В деревне Сикиотово произошло разбойное нападение. В местный продуктовый магазин вошел мужчина с ножом и, угрожая холодным оружием, забрал всю выручку. Это больше 10 тысяч рублей. Продавщица обратилась в полицию. Женщина рассказала, что нападавший был одет в пятнистый маск-халат. Его лицо скрывала медицинская маска. Оперативники уголовного розыска опросили работников второго продуктового магазина, расположенного в деревне, и выяснили, что за несколько минут до описанного нападения незнакомец купил здесь бутылку водки. Он был без маски и в обычной одежде. Так и составили портрет нападавшего. А местные жители рассказали, что, похоже, мужчина уехал из деревни на такси в сторону Рязани. Оперативники связались с диспетчерскими службами таксопарков и получили номер телефона, с которого был сделан заказ. В рамках специальных оперативно-розыскных мероприятий выяснили адрес, по которому скрывается злоумышленник, и задержали его. А в ходе допроса и вовсе выяснилось, что мужчина выбрал магазин случайно. Случайно вообще попал в деревню. Просто я хотел переехать вот это. Я просто знаю, там, где поворот на трон. Там есть чуть подальше остановка. Туда дальше, как-то Михаил трасс. А он взял этот автобус и завернул туда. Я просто не знал, где трекхоз находится. Я думал, просто доеду до этой остановки и слезу. А в конечном итоге автобус ушел в этот поселок. Согласно предварительной информации, мужчина приехал в Секиотово, купил в магазине бутылку водки и выпил ее на улице. Потом надел маскировочный костюм и медицинскую маску. В таком виде отправился в другой продуктовый магазин, где и совершил разбойное нападение. А на улице снова снял свой костюм, вызвал такси и уехал в город. Подозреваемый в разбойном нападении, 32-летний житель Рязанской области, ранее был неоднократно судим за кражи и разбой. Суммарно он провел в местах лишения свободы около 8 лет. В наказание за очередную кражу ему были назначены исправительные работы, которые мужчина должен был отработать в специализированном в центре в Тульской области. Но рецидивист скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Следственным подразделением отдела МВД России по Рязанскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ. Это разбой. Согласно статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. А в настоящий момент подозреваемый арестован. Валерий Седов при содействии у МВД России по Рязанской области.